Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет у нас такая ответочка на расклад, который говорил о том, принц или конь в пальто, тот человек, тот мужчина, которого вы загадываете, или тот, который может прийти в вашу жизнь, тот, кто стремится к вам и будет в будущем. Но поскольку говорилось, что далеко не все девочки тоже принцессы, и не все, знаете, могут быть идеализированы под какую-то куклу Барби, все мы люди, у всех из нас какие-то свои особенности, достоинства, недостатки. Причем, например, кому-то из мужчин нравятся бойкие дамы, кому-то наоборот хочется, чтобы девушка была абсолютно нейтральная, спокойная, выдержанная. Это уже, знаете, кому как повезет, у кого какой характер, но в любом случае вопрос у нас следующий сегодня. Тот еще дракон или принцесса, каких мало? Кто вы или та, которую вы загадаете в данном случае? Вы можете себя просматривать, вы можете просто какую-то знакомую даму загадать и посмотреть, она действительно просто вот принцесса такая в юбочке из зефира, или все-таки это человек, который имеет определенную свою драконистость, и вот в чем эта драконистость действительно может быть выражена. Поэтому может быть все белые пушистые, а может быть здесь затешутся и драконы. Для тех, кто хочет получить на эту или любую другую тему личный индивидуальный расклад, в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылочка на видеоролик, в котором подробно объясняется, каким образом люди получают расклады для себя, получают именно личную консультацию по своему вопросу. Сразу хочу напомнить, потому что сейчас такие достаточно суетливые дни, достаточно высокая занятость, я сразу хочу попросить, что помним про правила трех сообщений, то есть максимум вы можете три раза написать, я вам отвечаю, и как только вы получаете условия просмотра вашего вопроса, далее мы либо работаем, либо мы заканчиваем общение, и каждый занимается своими делами, просто для того, чтобы, ну будем так говорить откровенно, не отнимать время от тех, кому действительно нужна помощь, и не отнимать мое время, которое касается не только раскладов, но и магических работ, чисток и так далее. Сейчас идут достаточно сложные чистки у меня, поэтому если я вижу, что в личку приходит какое-то сообщение, то я отвечаю, отвечаю быстро, четко, по существу, по делу, и решаем, работаем, либо не работаем. И очень прошу, потому что сейчас уже это началось опять, в личку не присылайте мне, пожалуйста, поздравления с Новым годом, с наступающим, все, вот все поздравления, которые только могут быть, они в комментариях здесь на ютубе под любым видеороликом, вы можете писать, оставить ваши добрые пожелания, я по возможности обязательно отвечу, но разница в том, что когда вы мне пишете в личку, это значит, что вы пишете по работе, поэтому все поздравления только исключительно вот в таком формате, общение в комментариях под роликами на ютубе. Итак, сегодня у нас 4 позиции, первая, вторая, третья и четвертая. Вы можете загадывать по фруктику, вы можете загадывать колоду, которую вы хотите послушать, вы можете загадывать по порядку выкладки карт мной, то есть первый, второй, третий, четвертый номер. Ну, либо просто вы можете довериться потокам и ждать, когда откроется колода вторая по счету открытия, именно когда будет по потоку третья колода и так далее. Поэтому здесь кому как больше нравится, кому как более интуитивно получается сделать для себя выбор, так вы и можете поступать. Я, соответственно, буду открывать так, как я посчитаю необходимым. Итак, для тех, кто выбрал у нас позицию номер. А номер 4, давайте, наше яблочко замечательное, спелое, наливное, красивое. Посмотрим, насколько оно доброе, настолько же, насколько красивое. Или оно нас чем-нибудь интересненьким удивит сегодня. Давайте посмотрим. Так, ну, первый вопрос. Вообще, сигнификатор, да, того, кого вы загадали. Ну, здесь можно сказать, что все-таки вы загадали принцессу. Принцессу эмоциональную, иногда капризную, иногда даже скандальную. Но я бы не сказала, что здесь все-таки такая девушка-дракон. Да, иногда хочется и какого-то, знаете, вот бывает такое, что иногда девушка по этой позиции, девушка-женщина по этой позиции может реально. Хотя кто-то, может быть, и мужчин будет загадывать, тоже можете это делать. Главное, что характеристика человека, здесь уже половая принадлежность. Мы о характере больше говорим, поэтому половая принадлежность у нас на второй план может отходить при загадывании. Поэтому, смотрите, здесь такая композиция. Иногда может с дури казаться, что хочется побыть одной, уползти как дракон в свою уединенную пещеру, посидеть там. Но обычно запал на такие действия достаточно быстро заканчивается. И опять хочется выйти в люди, опять хочется пообщаться, поговорить, выразить какие-то свои эмоции. И это приоритетно. Поэтому здесь можно говорить о том, что, в принципе, по этой позиции больше, все-таки больше 80% принцессы в той даме, которую вы загадываете. Может быть, это капризная, может быть, это достаточно эмоциональная, иногда даже психованная дама. Но все равно она принцесса, она не дракончик. Она или вы. Бывает иногда, вот знаете, в периоды трансформации или сложных каких-то ситуаций, от дракона может быть только то, что действительно отползает в дальний угол за диван, как-то вот так переварить ту проблему, которую действительно хочется, да, вот пережить, которую хочется разрешить. Вот такие моменты здесь могут быть. Давайте посмотрим особенности человека в общении в целом и где он драконица. Ну, вы знаете, здесь, в принципе, человек может быть достаточно уравновешенным при своем спокойном состоянии в разговорах. И здесь реально может быть все-таки такое вот что-то больше принцессное. Причем самое интересное, что если данная девушка выпивает, да, вот что-то, допустим, на празднике было выпито спиртное, то она не трансформируется в дракона в данном случае. То есть для того, чтобы трансформироваться в дракона, наоборот, нужно иметь какое-то очень трезвое мышление. То есть это не те люди, которые выпили, там, допустим, три бокала вина и начинается скандал какой-то. Нет. В основном это, наоборот, люди, которые, когда они трезвы, как никогда, когда, наоборот, разум работает очень четко, очень внятно, вот тогда они стране угля выдать могут. Если говорить об эмоциях, ну, человек вспыльчивый достаточно. То есть есть вот какие-то моменты, какие-то нюансы. Взрывы бывают, но эти взрывы, как взрыв на макаронной фабрике, он больше эмоциональный, чем опасный для окружающих. И тоже вот здесь вот взрывы происходят в основном в состоянии, когда человек вполне понимает, чего он хочет. То есть за всеми эмоциями обычно стоит достаточно четкое представление, к чему человек стремится. В делах, ну, периодические срывы. У кого-то с циклом связаны, у кого-то с лунными циклами. В основном могут быть тоже какие-то моменты, когда вы или тот человек, которого вы загадали, остаетесь в одиночестве. И вот в одиночестве может начинать заклинивать через какое-то время. Может быть, не сразу, да. Но оставаясь в одиночестве, вдруг вы можете поймать себя на мыслях, что вы пытаетесь, пытаетесь как-то вот решить проблему. И хочется, чтобы кто-то помог, поддержал или послушал. Вот такие вот моменты есть. Поэтому иногда, да, периодами, периодами бывает. Момент, когда хочется побыть одному, но это быстро заканчивается. Перспективы такого настроя. Ну, вы знаете, вполне человек ясно представляет, к чему это может привести. И здесь как можно решать? В ультимативной форме, если себя загадывали, то четко дать себе понять, где вы можете проявлять эти эмоции, где вы их не можете проявлять. То есть правило такое в блокнотике себе написать и все. Если вы загадывали другого человека, то здесь человеку, если вы для него ценны, если человек хочет продолжать общаться с вами, четко свои правила обозначить. То есть сказать, Люся, если ты будешь впадать в истерику каждый раз, и я буду обязана это слушать, то я прекращу с тобой общаться. Поэтому давай так. Хочешь сказать, говори четко что-то по существу, будем пытаться решить проблему, если таковая имеется. Предостережение и совет. Ну вот смотрите, не надо, когда особенно человек в психозе, ничего пытаться отвечать. И вообще в состоянии эмоционального накала и накрутки не надо пытаться зеркалить то, что человек вываливает в ваш адрес. Это будет по меньшей мере, ну как-то вот не перспективно, а по большей мере может ранить вас самих. Поэтому здесь не требуйте, да, какой-то ответственности от этого человека и не пытайтесь воздавать ровно тем же, что человек делал вам. Потому что здесь, знаете, какая может быть композиция? Человек может подумать, что вы враждебно настроены. То есть человек не заметит этой зеркальности, человек не заметит, что вы поступаете с ним ровно так же, как она или он поступали с вами. Здесь вам рекомендация менять. И менять достаточно чётко своё восприятие. Лучше вообще прекратить на какое-то время общаться. У вас, видимо, назрело какое-то переживание. И смотрите, если вы женщина знака воды или женщина знака земли или огненного знака, то вам не грех бы куда-то уехать, отойти, побыть вообще в одиночестве, не общаться с этим человеком. Если это она такой человек, то от неё лучше вам тоже отодвинуться. То есть в любом случае здесь больше идёт к тому, чтобы вы подержали дистанцию. Потому что, возможно, у человека, у этого сейчас вот такой период капризной принцессы, когда с ней очень трудно, можно будет находить общий язык. Либо она склонна к тому, чтобы взрываться в какие-то моменты и забрызгивать своей принцессностью всех вокруг. Но это не драконий выпад. То есть дракония, это я так воспринимаю, как что-то опасное, какое-то нападение, которое реально может для вас быть далеко неблагоприятным. Вот такие вот моменты могут быть. Да, видите, даже колода закрывается той же самой картой сегодня. Потому что, видимо, накопилось, накопилось, наболело что-то у той дамы, которую вы загадываете. Но, опять же, видите, если у вас такие настроения, вам тоже лучше от общества пока на какое-то время не то, чтобы ликвидироваться, но немножко удалиться для того, чтобы у вас было время попереживать и не обидеть при этом тех людей, с которыми бы вы хотели продолжать хорошие, добрые, нормальные, адекватные отношения. Для тех, кто выбрал позицию номер... А давайте номер 2. Клумничка наша будет сжечь напалмом или обойдется? Давайте посмотрим. Так, тот еще дракон или принцесса, человек, которого вы загадали. Ну, вы знаете, здесь какая-то такая переходная личность, переходная составляющая от принцессы в сторону дракона больше. И здесь может человек реально проявлять драконистость. В основном это может происходить тогда, когда его или ее затрагивают. То есть здесь вот в позиции, когда человек начинает защищаться, может дракона еще того показать. То есть драконий хвост с шипами с булавой здесь наготове и может нападать немало. Здесь можно еще сказать по этой позиции, что в целом человек не является каким-то агрессивным, не является в принципе по жизни таким вот драконистым, который хочет всех разорвать, всех опалить, всех растоптать. Нет. Здесь просто человек, который скорее всего двигается к какой-то своей цели. И любые вмешательства, любые посягательства на его путь, на его реализацию, они могут вызывать приступ драконизма в нем. То есть вот такие вот вещи могут быть. Называется «Я еду по своим рельсам», но если кто-то попался на этих рельсах, то уж извините, опять же, при весе носорога проблема его веса, это проблема всех остальных, а не этого человека, которого вы загадывали. Иными словами, дракон не злонамеренный, но если попасться под горячий хвост, под горячую руку, ногу, язык, то можно отхватить по самое неболусье. Давайте посмотрим на особенности. Ну, вы знаете, человек иногда может общаться слегка свысока. Во-первых, очень тяжело расширяет круг знакомств, вернее поверхностных знакомств может быть достаточно много. Но как только люди начинают пытаться сдружиться, как-то приблизиться, как-то войти в ближний круг, чтобы каким-то образом наладить отношения, тут же человек может достаточно жестко начинать отодвигать от себя. Поэтому здесь скорее такой дракон, не то чтобы живущий в пещере, но за жизнь, видимо, получивший уже несколько примеров того, что не со всеми людьми и не всегда нужно сближаться, потому что это может быть чревато какими-то неприятностями для самого дракона. Поэтому дракон избегает, по сути, каких-то просто пустых стычек, пустых конфликтов. Но если уж действительно нарушаются его какие-то границы, то он может выдать. Есть общение. Знаете, вот человек может, во-первых, вообще не иметь какого-то глобального такого дефицита общения. То есть человеку хватает, во-первых, того общения, которое есть. Человек может не выстраивать достаточно прочные новые связи очень быстро. То есть они могут очень медленно-медленно обрастать вокруг него. Может принимать людей каких-то годами, то есть общается. Не то чтобы проверяет, но смотрит, изучает просто человека и только через длительное время может уже каким-то образом принять. Такая здесь картинка есть. Также здесь можем говорить о том, что человек действительно интеллектуально достаточно развит и не со всеми ему интересно. То есть здесь вот человек очень хорошо видит границы, знает фильтры свой-чужой. Вот этот тумблер, когда он должен быть поднят, когда опущен. И здесь человек может очень резко менять свое настроение. То есть если кто-то рядом с ним облажался, то общение может закончиться очень быстро, очень жестко, без какого бы то ни было предупреждения. И вот здесь тоже драконистость срабатывать может. Точно так же, если человек видит, что в какой-то ситуации кто-то проявил себя очень достойно, он тоже может очень быстро допустить к себе ближе этого человека. То есть человек здесь может перейти на новую ступень по развитию и общению с этим человеком. То есть человеку важны какие-то ритуалы, человеку важны какие-то классические события, которые показывают, кто есть кто вокруг него. Здесь может быть даже какие-то сроки в голове у него стоят. То есть я, допустим, общаюсь с человеком 2 года и какую-то свою тайну могу рассказать ему только после того, как мы, допустим, подружились и еще 3 года прообщались. Вот такие вот моменты есть. Поэтому, в принципе, я бы не сказала, что человек плохой какой-то, но драконистость может быть действительно просто вот из области собаки лают, караван идет. И вот если собаки приближаются слишком близко, может ли гнуть верблюд так, что мало не покажется. Поэтому здесь больше дракон, чем принцесса, но дракон, который в основном сублимирует свою энергию на достижение своих целей. Перспективы дракона. Ну, вы знаете, будут, кстати, в ближайшие месяцы может быть ссора, но ссора такая полушуточная. То есть могут быть разбирательства, какие-то споры, какие-то дискуссии, которые касаются близких ему людей. Но человек, скорее всего, как-то, вот знаете, будет помнить, с чего все начиналось и сохранит свое лицо как минимум. То есть здесь вот именно как-то упасть в грязь лицом не получится у этого человека. И, скорее всего, он будет выходить достойно из той ситуации, которая складывается. И есть перспективы примирения, если те, кто затеяли эту дискуссию, будут действительно в адеквате. Ну, давайте посмотрим вам предостережение и совет. Вы знаете, вам, если вы хотите быть рядом с этим человеком, или если, собственно, это вы сами, не надо пытаться навешивать какие-то ярлыки. Если вы увидели проявляемую человеком агрессию, это не значит, что человек плохой. Это значит, что был повод ему так среагировать. И здесь вам пришла пора немножечко переоценить, как могли бы складываться ваши отношения и какого именно общения с этим человеком вы бы хотели. Не с точки зрения пользы, а с точки зрения того, насколько близок вам этот человек и насколько вы готовы пересмотреть какое-то свое мнение, которое связано с его проявлениями более ранними. Да, не спешите делать выводы, не обостряйте ситуацию, соблюдайте его и свои границы, и у вас будет шанс в течение ближайшего полугода как будто бы приоткрыть какую-то завесу, приоткрыть какую-то дверь, за которой будет скрываться другой мир души этого человека. Если себя загадывали, то может быть это самоосознание какое-то новое. Если загадывали другого человека, то это тот случай, когда вы реально можете узнать его или ее с другой стороны. и эта сторона будет более позитивной, чем вы ожидали. Но для этого реально нужно время. То есть вы увидите силу, вы увидите эмоциональную мощь этого человека, вы может быть чего-то не знаете о ее или его жизненном опыте. И у вас есть шанс этот жизненный опыт все-таки изучить. Да, вот есть перелом, трансформация не только этого человека, но и ваших отношений с ним или с ней. Это очень важно. То есть сейчас не сделать поспешных каких-то выводов это то, что было бы весьма и весьма полезно для хорошего и доброго продолжения отношений. Для тех, кто выбрал у нас позицию номер один. Давайте виноградик посмотрим наш зелененький и посмотрим, кто загаданный вами человек. Это все-таки дракон или это белая, мягкая, пушистая, добрая принцесса. Вы знаете, человек, который может совмещать в себе и драконии, и принцессные черты, потому что здесь зависимость от той ситуации, в которой человек оказывается. Скорее всего, в кругу родных, друзей, человек очень мягкий, человек такой вот очень доверительный, то есть с теми, кому он действительно доверяет, кого он любит, он или она будут, ну вот реально просто белым, пушистым, четко настроенным на справедливое, преданное отношение к тем, кто является для него или для нее близким. То есть с теми, кого любит человек, он реально может быть, или она реально может быть принцессой, он может быть принцем. Но и это преимущественная составляющая. Но если человек работает, особенно где-то на работах, которые связаны с ношением погон, с какими-то формами, причем очень часто люди путают, а вот если вот у меня форма, я в магните работаю, форма подразумевается всегда, это погоны, это полиция, прокуратура, приставы, те, кто носят именно с погонами форму, или хирургия, стоматология. То есть как только человек попадает на свою работу или как только человек попадает в ту ситуацию, где нужен здравый ум и работа с документами особенно, человек в этот момент превращается реально, но в такого больше не агрессивного, а больше мудрого дракона, который может достаточно жестко перекрывать пути своим конкурентам. На работе, да, на работе это может быть некое драконье проявление, которое сразу многие очень не замечают, то есть спустя время, только когда выдается какая-то ситуация, окружающие, особенно оппоненты, вдруг с удивлением обнаруживают, что не так уж все радостно, радостно, радужно и зефирно, да, рядом вот с этим человеком, потому что многие, да, считают, ой, Ленка, а что Ленка, она такая улыбашка, она со всеми так по-хорошему разговаривает, а что она сделает, и тут на работе Лена как выкатывает при отчете какие-то вещи, так что мало не покажется, то есть вот такие вещи здесь есть, с семьей одним, отношения и восприятие с близкими друзьями в том числе, а на работе где-то абсолютно-абсолютно другие. Да, здесь такая ситуация, когда человек может достаточно долго сдерживаться, и человека для того, чтобы родные и близкие, любимые люди, да, получили эпизод общения с драконом, нужно очень постараться и очень расшатать. Давайте посмотрим опять же. Человек может быть достаточно скрытным, и вы знаете, вот иногда бывает так, что не отвечает на многие нападки, не отвечает на многие какие-то резкие вещи, на какие-то резкие слова, то есть могут тюкать, 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 и человек не слабый, он просто не хочет какое-то время тратить энергию на какие-то подобного рода мероприятия, на защиту там и прочее, или просто времени жалко, да, занимается какими-то другими делами, называется, подождите, я сейчас отчет закончу, а выдам вам всем так, что мало не покажется. И человек долгое время может собирать информацию, да, о ком-то, о своем противнике, или просто наблюдать за ситуацией, пытаясь понять, в какой момент пора. И иногда вот те, кто уже, знаете, допустим, пытался пинать, пытался нападать, пытался вести себя неадекватно в адресе этого человека, они уже начинают расслабляться и думают, ну все, мы затюкали, мы уже практически победили, и вот здесь вот ничего не отвечающая Наденька раньше может взорваться так, что мало не покажется никому. Поэтому здесь такой вот скрытый дракон, которого нужно действительно достать из человека, когда нужно очень серьезно поковырять, прежде чем этот дракон вылезет наружу. Но я бы и не сказала, что здесь прямо вот принцесса-принцесса, здесь скорее всего достойная, достаточно такая или достаточно спокойная и внятная королева. Кто-то принцесса, кто-то королева, но дракона, если очень поковыряться, вытащить можно. Но, если честно говорить, я думаю, что те, кто докапывали до дракона в этом человеке, потом жалели очень о том, что они сделали. Перспектива, вы знаете, может повториться какая-то ситуация с этим человеком в ближайшие 2-3 месяца и может быть понадобится включать дракона даже с близкими, потому что может какой-то человек из прошлого, человек, которого вы достаточно уже давно знаете, объявится, особенно если есть какие-то споры судебного характера, споры наследственные, по алиментам, по разделу имущества, то есть вот какие-то такие споры, какие-то суды, которые действительно могут потребовать трезвого ума и отхода дружелюбия на какой-то вот задний план. Вот такие моменты здесь есть, и это может произойти буквально в ближайшие месяцы, поэтому держите ушки на макушке для того, чтобы не пропустить этот знаменательный момент. Но вы знаете, уже из подобного рода ситуаций человек выходил, может быть, выходил с обидой, но выходил с чувством собственного достоинства. У кого-то очень ярко сгорят мосты за спиной, очень ярко перейдете либо к другому общению, либо к другому кругу общения, то есть или стиль общения с теми людьми, которые есть, либо будет меняться круг общения. Это будет достаточно значимо в вашей жизни. Давайте посмотрим предостережение и совет. Смотрите, опять же, не пытайтесь сейчас всем, кто злобствует, всем, кто пытается как-то выковырить из вас вот этого внутреннего дракона, не пытайтесь, не старайтесь сейчас всем ответить. Это малоперспективное занятие, потому что еще не произошло главное событие. И еще не прошло то время, которое действительно подготовит вас к подобного рода выступлениям драконьего характера. Здесь реально вот тот случай, здесь та композиция, когда вам лучше подождать какое-то время, когда вам лучше собрать информацию, когда вам лучше пока что может быть даже поспрашивать у третьих лиц по поводу какой-то информации, но не зеркалить человека и не отвечать ему взаимностью. Не пытайтесь прямо сейчас победить всех и самоутвердиться. Не годитесь за длинным рублем сейчас. Лучше отложите, причем здесь срок от месяца до 4 месяцев, и возможно даже потратьте какие-то вещи, может быть это оплата по каким-то квитанциям, для того, чтобы перейти на новый уровень, в котором вы уже будете чувствовать большую правоту, и почва под ногами будет более надежной. Тогда вы уже сможете действовать. Вот такая у нас получилась позиция. Позиция весьма и весьма интересная у нас. Ну и конечно для тех, кто выбрал у нас позицию первое, второе, третье, компот, наш замечательный ананас. У нас сегодня и ананас, и кип очевидность совпали в одном варианте. Давайте посмотрим, кто у нас здесь принцесса, а кто дракон. Кто тот еще дракон, а кто принцесса, каких мало, или каких много, но все равно принцесса. А здесь у нас выходит не просто принцесса, здесь у нас выходит какой-то просто император. Такое ощущение, что когда-то дракон, который изначально был драконом, трансформировался в состояние все-таки императора, то есть более спокойное, более размеренное состояние, но здесь изначально действительно была какая-то драконья черта. Есть люди, которые родились в год дракона, которые смотрят этот вариант, и это тоже может иметь свое значение, но в целом здесь больше драконистости, конечно, принцессой тут и не пахнет особо, но это такой дракон достаточно милостивый к тем, кто может быть своими, а вот кто не свои, те, кто не входит в круг общения, и с кем не желает человек в принципе общаться и выстраивать какие бы то ни было отношения, здесь скорее будет пассивное какое-то отчуждение, и только потом, если человек все равно будет настаивать, если человек будет пытаться, да, как-то вот вклиниться в жизнь данного дракона, то уже тогда он может быть подвергнут какому-то выражению агрессии в свой адрес, а так, дракон, ну дракон спящий, дракон такой вот, знаете, который не очевиден с первого взгляда, кто-то мужчин здесь загадал на эту позицию, тоже может быть либо очень волевая, очень властная женщина, возможно мудрая, здесь либо очень взрослые люди, либо бывает такое, что человек допустим к 30-40 годам пережил достаточно многое, и он уже в свои 40 лет имеет глаза вот какого-то старца-мудреца, да, вот такое выражение может быть, и такая может быть психологическая зрелость у человека, так что здесь был дракон, который реально трансформировался в такого царя, императора, короля, давайте смотреть общение человека, ну могу сказать, что достаточно четко человек выделяет в своем кругу людей еще и по финансовой составляющей, то есть здесь мы действительно видим картину, когда драконы золото, они очень сильно срослись друг с другом, человек может быть достаточно хорошего финансового достатка, по крайней мере в своем кругу он достаточно уважаем и почитаем, если это не так, мы просто выбрали не свой вариант, потому что здесь карты очень ясно идут, у кого-то имя Валерия, Александр, Сергей идут имена и у кого-то Алан, кстати, имя тоже проходит, но в данном случае можно говорить, что человек общается и общается адекватно в основном с людьми, которые из его круга, в том числе из его финансового круга, потому что здесь вот давайте посмотрим, это финансовая ориентированность, нет, это ситуация, когда либо смотрят на род, на семью, из которой происходит человек и выбирают соответственно для общения определенных людей, клановость какая-то может быть выражена, либо здесь смотрите, еще какой-то идет момент, имя Мерза почему-то пришла, интересная композиция, так вот смотрите, здесь такой компонент, когда человек уделяет достаточно много внимания финансам, и он всегда смотрит на финансы не только потому, что вот допустим, а это же золото, я жадный, я себе захапаю, нет, не поэтому, потому что человек прекрасно понимает, что если он будет общаться с людьми уровня слишком высокими, да, финансово, он может не смочь отдариться им потом, то есть взаимностью какой-то ответить, а для него или для нее очень важен обмен энергиями, то есть человек не склонен быть постоянно только отдающим, 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 или только берущим, берущим и берущим, здесь нужно соблюдать какую-то золотую середину, эту золотую середину человек будет пытаться каким-то образом выстроить и сохранить, это нужно понимать тем, кто общается с ним. Можно сказать о том, что человек весьма эмоционален, эмоционален при резких каких-то, вот первая, да, первая какая-то эмоция, она может быть очень сильной, но человек в состоянии подавлять свою эмоциональность достаточно активно, на это хватает мудрости, это происходит достаточно быстро, либо человек переключается на какую-то другую цель, для того, чтобы более благоприятно для него и для нее развивались события. Ну и знаете, здесь какой-то такой, действительно, лунный дракон, который может быть достаточно спокоен, причем, знаете, как человеку нужно работать, то есть в своей работе, в своем любимом деле, человек действительно может выкладываться на все 200%, и тогда ему не приходится проявлять агрессию, какую-то непроявленную, да, ранее, на своих родных. То есть здесь такие моменты, когда человек заменяет одни энергии другими, и это тот человек, который еще не домутировал до конца, будем так говорить, то есть здесь еще может быть определенная психологическая мутация, которая выведет его или ее, в том числе и к признакам определенным, которые могут быть характерны для принцессы. Но, но, но могу сказать, что полноценной принцессой этому человеку стать будет крайне-крайне сложно, да и не нужно. Давайте перспективы. Ну, вот здесь в ближайшие буквально не просто месяцы, а в ближайшие дни может состояться ссора, которая заставит отдалиться и дистанцироваться от кого-то из старших, от тех, кто навязывает свою помощь или советы, кто-то хотел помочь, например, этому человеку. Здесь может быть очень четко или пытался судить, то есть пытался указывать, не просто посоветовать, там, Вась, ну сделай вот так и вот так, а тот, кто мог говорить, ты неправильно делаешь, вот ты как пойдешь что-то делать, вот вечно ты не то выберешь, не так скажешь, не так сядешь, не так свистнешь и так далее. И здесь человек реально может просто взять и дистанцироваться от кого-то из своего круга, кто будет допускать подобные эпик фейлы и кто будет пытаться действительно проявиться достаточно активно через подобный негативный аспект, в жизни этого человека. Поэтому здесь ну есть перспективы того, что будет определенное противостояние, причем даже может быть внутренний спор. Если вы себя загадывали, может быть спор внутри самого себя, да, вот одна половина вашего, всем разум хочет одно, сердце хочет другое. Здесь может быть определенный спор, который в целом проявит то, что вы истинно хотите, хотя и затянется на достаточно длительный период. Давайте предостережение и совет. Вот смотрите, здесь не надо сидеть и выжидать, не надо, если кто-то нападает на вас, тоже сидеть и копить как-то эту информацию, размышлять и так далее. В этой ситуации еще что можно сказать, не надо затягивать и растягивать, то есть даже вот если появилась в голове какая-то дискуссия даже самого с собой, не надо растягивать ее на какое-то бесконечное количество времени, потому что это будет просто вредно вам психологически. И лучше отнестись со здравой долей иронии и лучше может быть даже высказать что-то достаточно острое для того, чтобы разрешился тот случай, который может произойти в ближайшие дни. Поэтому юмор наше все, старайтесь учиться и старайтесь принимать помощь, но и иногда давать выйти на сцену и другим людям, потому что бывает такое, что я здесь звезда, вы все остальные около меня. А здесь иногда нужно давать и окружающим тоже возможность высказаться, родным возможность показать себя, похвалить кого-то еще кроме себя. Это очень важно и очень нужно в этой ситуации и при данном характере. Но в целом, вот видите, даже такие неожиданные ответы в течение расклада показались, когда и не драконы, не принцесса, а человек, а что-то, вернее не что-то, а кто-то другой. Для тех, кто хочет получить расклад по индивидуальной на эту или другую тему, вы можете в пункте 3 прикрепленного комментария посмотреть видеоролик, в котором подробно и с уважением к вам описывается, как вы можете получить личный расклад для себя. Ну и, конечно, на все адекватные комментарии я обязательно поставлю сердечки и талисманчики, которые будут охранять вас в конфликтных ситуациях, которые могут возникать в жизни каждого человека периодически, если вы в них правы. Всем удачи, до встречи, до свидания. Продолжение следует...